В общем, получилось так, что ко мне пришел достаточно эксклюзивный, редкий нож от компании Rezot.ru, но так уж сложилось, что сразу его пришлось отправить обратно. Ну, нож достаточно редкий, эксклюзивный, мне хотели его предоставить на обзор, мы договаривались, все такое прочее, он на обзор ко мне пришел, но тут же буквально этот нож пришлось им возвращать обратно, потому что нашелся на этот нож покупатель. Ну, бывают такие, может быть, какие-то ситуации, я, в общем-то, впервые с таким столкнулся за несколько лет, но просто нож был, видимо, в единичном экземпляре, он был достаточно редким и эксклюзивным. Смысл в том, что нож ко мне попал в руки, я его в руках подержал, и не в моих руках вы сейчас это видите на видео, в общем-то, не на мою камеру и так далее, и так далее, но это именно этот нож, который ко мне приходил. Как же так получилось? Получилось, что, в общем-то, нож ко мне пришел, и буквально через, там, в течение, наверное, часа прибежал курьер и забрал его обратно, и, соответственно, нож обратно отправился в магазин резать рук. То есть, в общем-то, нож я смог только лишь подержать в руках, посмотреть, как-то повертеть. Ну, почему-то, даже, знаете, и даже не успел отснять на видео. Был загружен работой, все это было на работе, и попросил одного из своих коллег, которому я могу доверять, что он, по крайней мере, так скажем, ну, не то чтобы он не из тех, кто прям разбирается хорошо в ножах и что-то такое делает именно, но, по крайней мере, знаете, он человек очень аккуратный, и я бы знал, что если я ему дам этот нож, то, что он его, по крайней мере, знаете, там, не начнет ему гвозди резать, да и вообще что-либо резать, и, в общем-то, аккуратненько, так скажем, сможет этот нож показать. Он говорит, ну, давай, раз совсем нет возможности, давай, в общем-то, подсниму буквально на камеру телефона, в своих руках, так, ну, что-то как-то покажу, может быть, может быть, будет, это все-таки выйдет на видео. Ну, в общем-то, так и было решено, то есть, я, в общем-то, сказал хорошо, добро, у меня был буквально, там, ну, около часа времени, но я был настолько загружен, что, говорю, просто некогда было совершенно даже выбрать несколько минут, вот, и, в общем-то, там, совещание у меня было, ну, все-все в таком духе, поэтому, в общем-то, решил вот такой вот сделать, решил сделать вот такой момент, показать вам на видео хотя бы немножечко какие-то эксклюзивные ножи, попадаются какие-то позиции, бывают у меня такое, что я не могу вам выложить на видео, ну, как-то вот такое у меня случалось, что я держал какие-то интересные ножи в руках, даже, может быть, что-то ими резал, но, допустим, это было, ну, например, там, мы собирались где-то там знакомыми в бане, например, да, там, у кого-то был очень интересный нож, я, соответственно, смог им там что-то порезать, там, покрутить, повертеть, обсудить, но человек не смог мне предоставить его на обзор, то есть, ну, вот, такого какого-то плана бывают, иногда редко, конечно же, но такие какие-то случаи бывают, когда человек ножом, например, похвастается, то есть, тоже у меня там есть один из знакомых, у которого много интересных ножей по-своему, но вот как-то на обзор как-то вот у нас с ним не срастается, чтобы он мне что-то предоставил, но вот так показать, знаете, просто чтобы в руках повертеть что-то такое эксклюзивное, такое все-таки бывает, ну, в общем-то, поэтому простите там за фон, за качество, за все остальное прочее, но человек, в общем-то, не специализирующийся на этом, просто, так скажем, надежный, надежный человек, аккуратненько покрутил его для вас, вот, что бы мог сказать, вы знаете, я, конечно, не понимаю, почему, с одной стороны, такая стоимость, с другой стороны, я понимаю, что это бешеный эксклюзив, это для души, это все для души. Продолжение следует...